Messenger Wire. Безопасно, удобно, а главное красиво. Есть информация, что в Беларуси стал очень популярен в период и после протестов. Защищенный, с открытым исходным кодом, сквозное шифрование по умолчанию, для текстовых чатов используется собственная разработка на основе протокола Signal. Ну в общем обо всем по порядку. Вот так он выглядит и это по мне так одно из основных его достоинств. Крайне аскетичный и действительно красивый. По сути Wire ближе к корпоративным мессенджерам и сравнивать его имеет смысл со Slack или RocketChat. Что называется, почувствуй разницу. Стартуем бесплатный тариф. Платный 7.65 за юзера и в принципе для компании возможно нельзя обойтись без платной версии, но это как посмотреть, в процессе опишу различия. Wire не обязательно привязывать к телефону и это его безусловный плюс. Profile Name – это ваш ник. По нему вас будут искать, так что без фантазий. По сути, это единственное, почему вас тут смогут найти. Если вы регистрируете аккаунт, обязательно указывайте имя команды. Если вы примыкаете к чьей-то команде по ссылке к приглашению, имя команда указывать не нужно. Но наличие команды ни к чему вас не обязывает. В первую очередь Wire заходит на территорию корпоративных мессенджеров и как бы подстегивает людей заводить команду, потому что она дает привилегии. Но на бесплатном тарифе у вас в команде может быть не больше пяти человек. А дальше от 7.65 per user. При этом ничто вам не мешает, просто указать имя команды, никого в нее не добавлять и пользоваться Wire как обычным мессенджером бесплатно. Но мы все-таки рассмотрим его как мессенджер для групповой работы. А значит зайдем в настройки команды. Так, ну тут у нас овервью и собственно все, что касается членов вашей группы. Кстати, тут нет переключений на русский, но при этом есть русская локализация. Почему-то в Vivaldi у меня английский интерфейс, а в Chrome русский. И в мобильной версии русский. Вообще у Wire есть приложение и для винды, macos и linux. Работает из-под браузера, есть мобильное приложение. Ну то есть ребята тут серьезно подошли. Никак. Клабхаус благополучно забытый. Тут настройки команды и давайте кого-нибудь в команду пригласим. Раздача прав. Все. Человек принял приглашение. Появляется у нас в команде. Можно изменить права и удалить его отсюда. Ну и переходим собственно в приложение. Зайдем из-под браузера. Вот тут настройки уже непосредственно вашего аккаунта. Чего-то там произошло. Горит notification. А вот. Кто-то зашел с Xiaomi. Ну это тоже я, но посмотрим. Это у нас в девайсах. Тут все активные сессии. Их можно завершить или посмотреть, что там такое происходит. А происходит тут ключ идентификации. Очень полезно. Ключ должен совпадать у обоих устройств. Можно скопировать, отправить самому себе. А можно и так посмотреть. Это же ваше устройство. И если совпадает, то верифицировать вручную. Ну и собственно начинаем чатиться. Николай уже есть в контактах. Он член команды. Дальше просто чат. Ничего нового, конечно же, придумать тут сложно. Единственное, с мобильного можно отправлять вот такие вот рисуночки. Ну так. Мне кажется, в качестве баловства. Аудиофайлами тоже никого не удивишь. Сообщения, которые отправляете вы, можно удалить как у себя, так и у получателя. Сообщения, которые присылают вам, можно удалить только у себя. Кстати, тут есть резервное копирование всей переписки. Из резервной копии ее же можно восстановить. Не буду уже рассказывать. Просто знайте, что это есть. Таймер самоудаления вынесен на главный экран. Еще один плюс. Даже в сигнал, который в первую очередь про безопасность. Чтобы включить таймер, надо заглянуть в настройки. С чатом понятно. Теперь группы. Первый вариант без возможности гостевого доступа. То есть закрытые группы исключительно для членов вашей команды. И это то, ради чего покупается платный аккаунт, если у вас в команде больше пяти человек. Так. Теперь создадим условно открытую группу с возможностью гостевого доступа. Вы также можете добавить в нее участников, но уже не только из вашей команды, но вообще всех, у кого есть ваер. А также вот здесь, кстати, вы переходите в настройки по группе. Нетривиальное решение не сразу нашел. По настройкам пробегать не буду. Здесь вы можете в числе прочего удалять участников. А также можете создать линк и отправить его вообще всем. Причем к такой группе смогут присоединиться даже незарегистрированные ваер пользователи. Но с ограничением в 24 часа. И это для каких-то коротких обсуждений. А для зарегистрированных пользователей, даже не являющихся членами вашей команды, это обычная группа. Как канал в Slack. Их можно добавлять, удалять, назначать администраторами. Ну то есть в принципе это приватный канал, но к которому могут присоединиться те, у кого есть ссылка. Это минус бесплатного тарифа. Но с другой стороны все присоединившиеся в любом случае не будут видеть предыдущую переписку. И их можно сразу в общем-то и выкинуть. А ссылку поменять. Да, и главное, чтобы вы поняли, что это в том числе обычный мессенджер типа Телеграм, давайте добавим кого-нибудь ВКонтакты. Вот тут я уже некоторого Сергея добавил. Но делается это так. Здесь, начиная набирать ник, вы увидите всех. Вообще всех людей, у кого установлен ваер. Зная ник или опознав по аватарке, вы отправляете человеку запрос на переписку, он его принимает и вы начинаете переписываться. Как в обычном мессенджере. Бесплатно. Вообще, когда я сказал как в обычном мессенджере, это, конечно, условно. Правильнее было бы, наверное, сказать как в сигнал, но в очень красивом сигнале. Еще раз тут сквозное шифрование по умолчанию. Независимый аудит открытого кода был проведен вроде году в восемнадцатом. Юрисдикция швейцарско-немецкая, причем головной офис именно в Швейцарии. Ну в общем белорусы периода протеста плохого не посоветую. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.